Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня к вам новость! Значит, Скорпион ГИСУ-130ПМ, две вот этих ПТшечки, ПТшечки каждая на любителя, скажу сразу, выпали на продажу за 17,5 тысяч в виде набора. Вот этот наборчик, 17,5 косарей голды, вы получаете два легендарных камуфляжа, но мне, честно говоря, всегда ровно на камуфляжи, поэтому кому интересно, кому нет. Аватар, абсолютно даже заценивать не буду, никогда их не понимал и, скорее всего, никогда не пойму. Есть по 25х5 на каждую из этих машин. В принципе, можно нафармить себе опыта для того, чтобы прокачать дополнительные скиллы своего экипажа на какой-то из техник. Что касается всего остального, ну, как бы такое, знаете, два места в ангаре, само собой, два открытых оборудования, то есть все слоты оборудования на обоих машинах. Это приятно, но, в принципе, всегда это разработчики вкладывают ничего нового и уникального я в этом не вижу. И есть два приказа. Приказ победить в 25 боях на СУ-130ПМ, и мы получаем с вами контейнер мистический в количестве трех штук. Согласитесь, это довольно прикольно. И еще один приказик, то же самое, как я понимаю, на Скорпиончика, но получаете вы три уже не мистических контейнера, а контейнер ПТ-САУ, который содержит в семье, там, ряд возможных ПТ-шек, чтобы выпасть, ну, и куча всякого хлама. Короче говоря, на конты кому везет, кому не везет. В целом, ребят, давайте будем рассматривать данное предложение следующим образом. Предложение, я бы сказал, довольно вкусное, довольно интересное, если посмотреть, как продаются танчики по отдельности. Скорпиона дешевле 10 тысяч я на своей памяти не помню. И, честно говоря, своего Скорпиона, по-моему, где-то за столько же покупал. А может, ребят, даже и дороже. Что касается СУ-130ПМ. ПТ-шечка для восьмого уровня вполне-таки даже годная. Насчет 8,5, ну, знаете, как обычно, когда приходишь куда-нибудь на рынок, то вот поторговаться, типа, было бы неплохо. Знаете, вот поэтому 8500, скажем, это дороговато, но в целом где-то 7,5-8 ценник довольно неплохой. Таким образом, получая, если вы хотите себе две ПТ-шки и у вас их нет, и они вам нравятся, то в целом, ребят, я бы сказал, что за 17,5, то есть на косарь дешевле, чем если брать по отдельности, уже неплохо. А плюс к тому, что вы получаете еще какой-никакой, а все-таки шансик выбить себе контейнеры. Ну и, соответственно, с этих контов, возможно, что-то вам выпадет годное. Может, еще одна, хоть какая. Вот, смотрите, любая из машин, которая бы вам не упала из этих контов, в любом случае превращает вашу покупку за 17,5 просто-таки в идеальную трату вашей голды. Поэтому, ребятки, мое мнение такое. Если вас интересуют обе данные ПТ-шки, вы ждали их на продаже, как правило, эти две Тамары ходят парой. Их вместе, как правило, выставляют на продажу, хотя я не совсем понимаю, почему так, потому что одна советская, вторая нет, Германия, и стиль игры на них абсолютно разный. И у одной башня, точнее, рубка полностью поворачивается, у второй нет. Короче говоря, ПТ-шки абсолютно разные. Ну, может, плюс-минус там по урону, да, и по скорострельности где-то они схожи. Но в целом, ребят, если вас интересуют обе этих машины, то здесь 17,5 косарей, безусловно, я бы сказал, предложение крайне вкусное. И советую задуматься тем, у кого эта голда есть и кто хотел данные машины. Но в то же время, ребят, не забывайте о том, что близится скоро будет Черная Пятница, и, возможно, там будет что-то приятное и вкусное. И плюс, так или иначе, даст Бог, будет новогодний аукцион. И, возможно, голду необходимо придержать. Тут уже смотрите по вашим предпочтениям. Насколько сильно вы хотите конкретно этих две машины, и есть ли какие-то аппараты, которые вы хотите больше, чем эти ПТ-шки. Соответственно, возможно, на них стоит отложить голду. Но я лично считаю, еще раз повторюсь, что за 17,5 только для тех, кто понимает эти ПТ-шки и понимает, что в их руках они будут играться хорошо, ну, я бы рекомендовал воспользоваться данным предложением. Напомню еще раз о существовании меня Wargaming, скорее всего, вообще не подозревает, ну, может, знает меня как игрока просто вот в списке многотысячной аудитории их игры. Не более того, мне никто не проплачивает, меня никто не агитирует, и я не делаю рекламу тому, чему рекламу делать не стоит. Если вы хотите посмотреть обзоры на данные машины, как они катаются в средних руках, таких, как у меня, у меня процент побед от 50 до 55 процентов, в зависимости от аккаунта моего, ребят, заходите на мой канал, подписывайтесь на мой канал, смотрите обзоры на данные машины и на другие. Поверьте, я никого не обманываю, показываю машины такими, какие они есть на самом деле. На данный момент у меня все, приходите на канал, подписывайтесь, я вам буду безумно благодарен. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.